Мы находимся в Кафа Мудареве. Пойдем дальше. Вчера мы прошли Мишну. Нельзя читать могилу. Нельзя делать брызг милу. Нельзя окунаться. Мы объясняли три объяснения. Нельзя лазот. Лазот это когда брызгают певлом из красной коровы. Мы объясняли, что это такое. Все эти вещи можно делать только когда брызгал Солнце. Солнце уже появилось над горизонтом. Векуранны все эти вещи. Но если бы делали постфактум до восхода Солнца, после проблески зари, то это нормально. Миналан. Что такое Миналан? Откуда мы знаем, что... Начинается с первого Мишна. Начинается с первого Мишна. В первой Мишне написано Магила. Что Магила можно читать только днем. Почему плохо читать его ночью? Омр-кра вайми маэле низ-карим ва-на-асим. Так написано в Магилла Тестер. Что эти дни низ-карим ва-на-асим. Вспоминаются и делаются. Что такое делаются? Делают Мисвод, который делают в Пурим. Именно Мишло, Ахманод, Суда и так далее. В дни с Карим вспоминаются читать могила. А? Низ-карим и на-асим делаются бы ем. В ла-б-лай написано в ем. Написано днем и не ночью. Написано ем, ма-эле, дни. Эти дни, дни, и не ночью. Поэтому нужно читать могилу именно днем, а не ночью. Справит Мрала, Эм-э-ти-у-фты, Драбьешу бэн-лэйв. Отсюда можно сказать, что Рабьешу бэн-лэв был не прав. Потому что сказал Рабьешу бэн-лэв, Хай-ава, Дабли, Кройс, Эс-эм мгилла бэл-лай. потому что rasub niche appel блевит сказал что мы читаем духовный металл и ночью и вечером и потом еще раз прочесть и утром кахура это не кайкан ходить марара так и к кектане адаём два раза Gavin что-то и нашим внешнагналит этот дневный отпуск из вас два разного муз топ ваши учреждения в soluковую malicious программа по т��터 широко говорить что можетuestas только днем это проутренние helt dem pewcher возвращения surveл который ね菜 именно ночью и не от и Square Есть вечерняя, есть ночи? Магала Сиюфта. Сиюфта, Гмара так поняла, что есть только одна. Гмара, Гмара, что нет? Да? Многие решения, многие решения, отсюда говорят, что на такую вещь ты говоришь. Что основная мицва действительно днем? А то, что вечером это более позднее как бы постановление, которое уже как бы доработано, такая та самая вещь. Есть такие цели, да говорят еще одно доказательство, которое мы будем дальше разбирать, что у нас обычная мицва, которая, допустим, хануку. Первый день мы говорим шейхияну, второй день мы шейхияну не говорим. Почему? То же предложение первой мицвы. По идее, по этой логике, если мы вечером сказали шейхияну на пуре, когда читали Магилу, утром не надо говорить шейхияну. Несмотря на это мы да говорим шейхияну, второй раз тоже утром. Почему? Потому что говорим, что основная мицва это читать именно утром, а вечером это как бы более позднее постановление дополнительно. Есть многие решения, которые так и говорят. Хайтер, посмотрим на это дело, если кто-то с этим спорит. В любом случае, то, что Мурайз привела. Будем еще это внесли. А? Что? Так жена, но это не то, что только из-за этого. Тогда нужно было делать притой мицвой. Велома лин. Написано, что не делать обрезание. Откуда мы знаем? Говорит, мират, декти, байомашвили, мой басар и русой. Написано, что восьмой день нужно делать бритмила. Отсюда говорится восьмой день. День и ночью. Поэтому нужно делать день и ночью. Вейн тув лин вело мазин. Нельзя окунаться и нельзя брызгать этим самым. В пепле красной коровы только днем. Декти выеза от агора латаме. Написано, что чистый человек побрызгает на нечистого. Байомашвили. Написано в седьмой день. То есть в седьмой день только можно окунаться. В этом посылке одновременно написано и про аза, и про твилу. Какая твилу, мы сказали спорно. Там же написано в обе вещи, что нужно, так сказать, таваль это изов бы мая. Нужно окунуть изов в воду и брызгать в него. И там же написано потом таваль бы мая в твер, про человека. Соответственно, как можно объяснить? Мы объясняли вчера два объяснения. Какая здесь твила говорится, про кое-куда здесь говорится. Либо про окунание зова, либо окунание человека. Но и то, и другое должно быть днем. Почему? Потому что написано рядом с аза, а рядом с того, что нужно брызгать. Поскольку рядом написано, что нужно брызгать, то и так же этот днем, так и этот днем. Викен шомерес ем, канегет ем. Значит, так же у нас написано, что шомерес ем, канегет ем. Лотит боль адшетанеца хама. Так же нельзя этот самый. Горемара пшита. Чем отличается она от всех остальных твила, от которых мы сказали, что нужно только днем. То есть, говорит, что это место пошло. Горсин говорит, мрай. И цитрих есть это самое, в этом свой хидуш. Какой хидуш? Царь, когда это хаминя, тигвай кэ рия решойныши зав. Решойныши зав. Искушли балькери. Так тигвы зой страза зава шэта цэнми дэнши хо зэра. Мабалькери тувэль бэйом, а инамитит бэль бэймэй. Значит, что это значит? Значит, у нас есть такая вещь. У нас есть зав и есть зава. Совершенно разные вещи, но они одеваются одинаковые. Называются одинаковые. И они, как сказать... То, что они друг на другу похожи, ну как сказать, но есть у них какая-то связь между ними. Учит одно и другое. Придная вещь. Что такое зав? Зав это мужчина, у которого есть определенная болезнь какая-то. А именно какое-то истечение, не знаю чего это, каких-то длиннее семей, это что-то другое. Которые непроизвольно выходят. Называется зав. Тоже есть ритуальный нечистый и так далее. Там тоже есть разница, есть это один раз или это три раза. Так же, как и зава, похожие вещи. Зава, мы сказали, это женщина, у которой есть кровь, но не вовремя, а в 11 дней, которые между недой и недой. Так мы вчера сказали. Зав это в любое время нет разницы, если есть понятие зава. То есть, есть какое-то истечение, которое не это самое. Зевает это слово течь. Истечение, которое не семейстечение. Какой-то другого немножко консистенции, какая-то жидкость. Соответственно, он называется зав. Теперь зав, который раз, один раз у него есть стекло. У него закон такой же, как у балькерика. У человека, у которого есть стекло и было семяизвержение. Какой у него закон? Закон, что он должен пойти в мику и говорить, что он чистый. Когда он идет в мику, когда хочет. Значит, биква может идти, как только это случилось. Может идти в бикву. И как только заходит солнце в ближайший раз, то он становится чистым. Пока что у него есть один твуль-йом. Он такой получистый-получистый. Если на дороге цеда Хулина, то он остается чистым. Если тронется до Котшем, до Трумана и Южуселя. Но это сейчас мы не будем заходить далеко в это, глубоко. То есть такое понятие, значит, так это работает. Теперь Зав, так сказать, балькерик так работает. Так же работает Зав, который видел один раз только Рая. Такой у него закон. Я подумал, что Зава, который видит один раз, тоже была только один день кровь. Она похожа на Зав, который один раз видел. Позже можно окунуться сразу. Так бы я подумал. Поэтому, поскольку я мог так подумать, Мишна нам сказала, что ты так не подумай. А Зава, она может окунуться только днем. И когда день? На следующий день. Что такое на следующий день? В тот день, когда у него кровь, а на следующий день. Как это учится и что это такое? Сейчас мы увидим. Написано. Значит, мы продолжаем повторяем Гмору. Шат, какая здесь Хидуш? Почему Мишна об этом дельно сказала? Про Радьем, Канай Гдьем. Говорит, Мара, что в этом Хидуш был. Какой Хидуш? Я подумал, что Зава, женская женщина, такая же у нее закон, как у мужчины. А какой закон у мужчины, который был один раз? Зава. У него закон такой же, как у Балькерии, как у человека, который был исход семени. У него такой же закон. Детектив. Зава. Откуда мы знаем? Потому что написано в Тайфасуке. Это законы Зава и человек, который будет у него семьей из этой самой. Как бы ты ни было, мы видим, что эти законы у них одинаковые. Ма Балькери. Так же, как Балькери, то Вельба Йом. Сразу же, как только у нее был Балькери, он окунается в Мику. И, конечно, он становится чистым. А я подумал, что так же и Зава, которая была шумердьем-канальдьем, то есть, которая была только одна, один раз, один день была кровь. Она может окунуться в тот же день, когда он увидел. Она в день, когда видела, в тот же день не может окунуться почему-то. В Игры 2, там написано следующее вещь. В Игры 2, там написано следующее вещь. В Игры 2, там написано эти законы Завы. Значит, давайте прочтем эту порошу и немножко увидим. Значит, здесь написано вещь. Женщина, которой потечет кровь много дней, было из Нидуса. Не время, когда у нее нормальный, как называется, Махзор, нормальный цикл. Оки тазува нидуса, или будет продолжение нидуса. Коли мэй зов нидумаса, кэмэ нидусат и ету мэай. Она будет ритуально чистой. И здесь Петура перечисляет, какие у нее законы ритуальной чистоты. Все, что там сидело, все, что там лежало. Кто-то дотронулся до нее. Написано. Если она очистится от своего истечения, она должна считать 7 дней. После этого только она очистится. Значит, нужно принести это самое. Нужно принести жертву определенного, как написано. Теперь. Что здесь написано? Написано. Коли мэй зова. Так написано. Коли мэй зова, кэмэ шкаф нидуса ела. Значит, любой мэй шкаф, на котором она будет сидеть, все дни, когда у нее есть зов. Дословно я перевожу, да, когда у нее есть течение. Кэмэ шкаф нидуса ела. У них такой же закон, как мэй шкаф. Что это значит? Если в день, когда у нее была зова, она села на что-то, этот стул стал ритуально чистым. Теперь. Если в этот день. Значит, в этот день не важно, она окунулась, не окунулась. Значит, окунание в этот день не помогает. В день, когда отсюда гмара понимает такую интересную вещь. Так Казарь поняли, так Казарь объяснили этот посух, что окунание в день, когда она видит, в день, когда она была, у нее кровь. Если она окунулась, это не может. Потому что написано, что весь день у нее законно ритуально чистый. Если бы ее помогло окунание, посух окунулась. Она уже не стала. Она называется твульем. Она уже во всяком случае. Во всяком случае, стул, на котором она сядет, он не может стать уже ритуально чистым. Поскольку здесь написано Коли и Мэй. То есть то, что она приводит. Зой стора. Коли и Мэй зова, кэмэ шкаф нидуса ела. Поэтому в этот день, когда она видит, она увидела днем, то она окунуться в этот день не может. Потому что, даже если она окунится, останется, она ритально нечистой. Поэтому окунание в мигу никакого смысла не имеет. Поэтому окунаться в этот день, когда она видела, не имеет смысла. Может быть, я подумал бы, что ночью, если она видела, была кровь у нее днем, то в этот день мы сказали окунаться бесполезно, потому что написано, что весь день она не чистая. Но может ночью уже можно окунуться? И эта ночь, как бы, как это объясняется, что этот день не помогает, что нужно немножко лишмор. То есть написано такое вещь, так Хазарь поняла, что если она была много дней, что такое много дней, Хазарь сказал, что три дня, так написано много дней, дней это два, много это минимум еще один, а три, значит она уже стала завок доли. Пока она много дней не была, она стала завок тана. Завок доли написано, что она сколько должна, семь дней должна считать. Суду Гмара Гмара понял, что завок тана должна считать один день, и в этот день окунаться нельзя. Как объяснить эту ситуацию, что в этот день окунаться нельзя? объясняли, доказали. Там еще были всякие отделы райот, Масехеднида. Что нужно хотя бы один день посчитать. Только один день, чтобы был чистый. То есть как проверить, что день стал чистым. Может быть достаточно. Как нужно проверить, что день стал чистым. Не нужно, так сказать. Гмара поняла, что называется миг со съемкой кулёк. Поскольку немножко дни начало чистой, как-будто уже началось. Я подумал, что достаточно начать ночью. То есть как говорили, если нам видело днем, то я подумал, что начать нужно ночью проверить. В начале ночи. Если это чистый, сразу можно идти в миг. Так бы я подумал. Говорит, мара нет. Говорит, посунул, что это называется уже Шим. Потому что он говорит, что она проверила, что она чистая. Почему? Кем это бай и сфера. Нужно считать. То есть идей нужно считать. Сфера бы имамы. Есть у нас такая, как бы я не знаю, что аллаха, не аллаха, я не знаю, как это самое. Что все любые, то, что вещь нужно считать, можно только днем, кроме сфера том, это наоборот ночью. Совершенно верно. Но сфера, которая по отношению к чистоте и не чистоте, может быть только днем. И поэтому то, что она ночью посчитала, это не годится. Значит, это мы разобрали все эти аллахот, которые связаны смешно, как и днем. А здесь то есть спрашивает интересный вопрос. То есть, который говорит, как ты байом о шмине. Значит, мы сказали, одна из вещей, которую можно делать только днем и нельзя делать ночью, это Бритмила. Почему ее можно делать днем, а нельзя делать ночью? Написано, байом о шмине, мой бусаро-розостой, все восьмой день сделать обрезание. А суды Гмориа говорит, восьмой день, а не ночью, поэтому нужно делать только днем, а не ночью. И Бритмила может делать только днем. Говорит Тойсвис. Сейчас, где это Тойсвис? Тойсвис где-то в середине. Говорит, Каши, лама либо пера кама до кедушин, да, в кафте там вот бед, середина до сута. Кра до и сой, ламар до и шайна, хаевет ламуль, тибухле до митцвисэс шезман громой. Тойсвис вопрос очень известный, как сказать, на него много написано. Есть Мора в кедушин. Мора кедушин говорит следующую вещь, что есть мецвод, который обязан делать папа по отношению к детям, есть мецвод, который ребенок обязан по отношению делать к папе. Одна из мецвод, который папа должен делать своему ребенку, это сделать Сумбритмила. Такая обязанность, такая обязанность, папа обязан обрезать своего ребенка. Это мецвод, который возложен на папу по отношению к его ребенку. Если родился ребенок, родила ребенка, вперед, должен делать Сумбритмила на восьмой день, как написано в вторе. Говорит, ура, что мама не обязана делать. Если папа в командировке, или не знает, что случилось, или папа Рахоманулецлан умер, или еще что-то, мама не обязана делать Сумбритмилу. Кто обязан делать пледу? Бейзин обязан делать пледу. Он сам когда вырастет. Мама, на нее обязанности такой нету. Я думаю, что она сделает, но обязанности такой нету. Откуда мы это знаем? Говорит Мара. О, есть посылка. Кашер цива уйсой эллуким. В Йом и Равром из Ицхака бно бен шмунат эмим. Написано, что Брам обрезал из Ицхака своего сына бен шмунат эмим, когда он был 8 дней. Кашер цива уйсой эллуким. Как приказал ему, ему и темно мужской род, а не ей всевышний. Ему, а не ей. Отсюда Гмара говорит, что он обязан делать пледу. А она, то есть мама, не обязана делать пледу своему сыну. Так мы рады. То есть, есть там такая посылка. Кашер цива уйсой эллуким. Исо вала уйсу. Спрашивает, то есть, поскольку пледу можно делать только днем, а не ночью. Это называется митцвососэ. Это называется митцвососэ. Которая есть митцва только в определенное время. Поскольку есть митцва только в определенное время, женщина все такие митцвоты обязана делать. Так что женщина не должна брать в лав. Так что женщина не должна слушать шафара. Нет обязанности такой. Так что женщина не обязана делать бритмилав. Почему? Потому что бритмилав можно делать только днем, а не ночью. Поскольку это называется митцвосэ сэш из ман грома. Что это митцвососэ, который зависит от времени. И у нас есть общее правило, которое тоже учит самостоятельские души, что любая митцвотасэ, которая из ман грома. Кроме нескольких исключений. Женщина не обязана ее делать. Поэтому сколько на все общее такое правило. Зачем же нужно обязательно еще сказать о Иссо. И Мара изучает, откуда мы знаем, что мама не обязана обрезать сына. Почему написано? Кашельцева о Иссо и луки. Зачем мне в этом нужно говорить? Как все остальные митцвотасэ, что из ман грома. Так спрашивает Иссос. Отвечает Мара. Как я шлобер? Нескопируши. Нескопируши. Прочем. На еляв ойсо, и гава амина гайденошем птуроис, митцвосэсэ сэш ман грома, а гайно гейха далейка корэс. Думя даматсо симха ваггель. Далейс, лейсбу у корэс. У меня и молотина ночем. А вальмилош ежба корэс. У нихр салэ шлэш срабрисус, а в амина дыхай, вагу ношем леймуль эсбинайгу. Первый церус говорит ойсо, что поскольку митцвос бритмила, это митцва, которая очень строгая, а именно человек, который не сделал бритмила, у него есть корэд. Нет, две есть повелительные заповеди, человек, которых не выполняет из митцвос корэд. Того, у кого кто не сделал? Неважно. Сам поскольку папа не сделал, нет корэд, ты прав. Но несмотря на это, ты видишь, что митцва хамурная. Ты видишь, из того, что есть корэд у ребенка, который не сделал бритмила, ты видишь, что самат митцвата аса, у нее есть хумра, она очень, так сказать, суровая, она очень строгая. Все остальные митцвата таких нету. Неважно, ни в каких образах. Как бы то ни было, я подумал бы, 13 бриттот на ней, написано 13 слова в союз, написано с бритмилой, вокруг бритмилы, поэтому что? Поэтому я подумал бы, что даже женщина хаимима. А митцвата аса и все остальные, которые простые, нет. Первый тирус. И нами, второй тирус. Митцвата аса, если бы не было специального посылка, тоже было бы в Ахаеве. Тоже было бы в Аптура. Поэтому, во сколько написано эта посылка, я говорю, что все остальные не нужны. И нами мила широ без мана, кэман домар ногин бэмбэйом булайла. Который говорит, что есть спор. Есть бритмила, которая без мана, то есть восьмой день. Есть бритмила, которая не без мана, не вовремя. Что такое не вовремя, когда восьмой день почему-то не сделали, либо потому что ребенок был больной, либо просто не был умой, или не знаю по какой причине. И отложили митцву на дальше, на после восьмого дня. Есть мнение, что это можно делать ночью. Что нельзя делать дне ночи, имеется в виду перед тем, как наступил восьмой день. Несмотря на то, что у нас день начинается с вечера, в ритмилу нельзя делать... Раньше нельзя это называется митцву с граммой. Раньше это просто еще ребенок не годится. Но в принципе, есть митцва, делается самое. Раньше это еще, как бы, ребенок не вырос. Так мы это объясняем. Если после восьмого и дальше нужно делать, это называется лозмангром. Это просто до этого ребенок еще не был, как бы, не вырос, не дорос. Но это называется лозмангром. То, что время приводит. Вещь, которая, так она работает. Так, говорит, то есть два пируша. Есть здесь, как сказать, еще один пируша очень интересный, который, как сказать, который в охране приводит еще один пируш, он с вас эмис, неважно, есть такой пируш еще. Есть еще один пируш, который, насколько я помню, он говорит, следующую идею. Какую идею он говорит? Следующее, то есть он говорит такая, есть митцва, которая, как сказать, у которой все, что есть, это сама эта митцва. То есть нужно сделать какое-то действие. Например, человек, которому нужно взять лулав. Лулав это митцва, взял лулав и полмитцу, сама, как сказать, сама, само братья лулава, это то, что нужно сделать. Больше ничего делать не надо. Взял, сделал лулав и все, нужно сделать. Теперь взять лулав можно только днем, но ночью нет митцва с братья лулава. И только, не только, не только, не только, не любого дня, только один раз в году 15-го, 15-го тишрея, если не ошибаюсь. Это называется митцва, которая один раз в году. Это называется митцва, которая в Мангроме, это митцва. Теперь, есть митцва, которую можно делать. Берит Милан говорит, что это другая совершенно вещь. Митцва, нету, нету, как сказать, это митцва, сделать само, это маисе, то, что называется, отрезать крайнюю плоть, как говорят по-русски. Это митцва, конечно, так сделать, но маисе, это не, как сказать, это не столько, как бы, Всевышний от нас хочет не то, что мы это сделали, это действие, а чтобы, хочет здесь Таца, хочет от нас, чтобы мы были Мауль. А? Результат. То есть, грубо говоря, обрез красным плавям, это, как сказать, это вода и митцва. Понятно, что это митцва говорит. Мы с цариком, это махловка, из большой, нужно делать воду. Не нужно обрезать. Оле Маисе, так сказать, о том, что что называется, называется он обрезанным. Обрезанным, да, или Дэй, Маисе. Неважно. Оле Маисе, так сказать, суть этой митцвы такая, чтобы человек был обрезанный. Обрезанный он должен быть и днем, и ночью, постоянно, все время. Поскольку Астанаме всегда не сделает митцва от обрезания, быть, то есть не то, что с нами с вами, это сделать обрезание, но как бы самой из этой самой, из, как сказать, из контекста, из не знаю, из чего, и понятна такая вещь, что как бы цель этой митцвы, не знаю, как сказать, цель, то есть не знаю, как эта вещь, быть обрезан. А? Сейчас будем смотреть. Значит, и поэтому он говорит, что эта митцва не из Мангрома, так он хочет сказать. А, лимут тура, это не из Мангрома. Вот дальше не из Мангрома, есть специальная птура, это специальная женщина говорит, что птура, это, так сказать, это шерцевау и сои, есть специальная, это самое, это не потому что из Мангрома. Дальше есть такой интересный рамбом, который на тура на него спрашивает вопрос, который или хора в рамбом есть в противоречии, само, как сказать. Значит, есть рамбом, который говорит насчет, есть такая митцва строительства храма. Есть митцва строительства храма, сейчас мы не можем, с сожалению, это сделать, но есть такая митцва, когда обзорат шам придет Маше, будем это делать. Есть Мангрома в Сан-Эдри, который приводит рамбом в Аллаха, эйн-бо-нина-самих-дэш-балайло, шенеймару, ба-йом-аким-а-шэ, ба-йом-аким-э-самиш-кан, ба-йом-аким-э-н-вро-балайло. Что, несмотря на то, что митцва очень большая, но митцва строить когда? Только днем, а не ночью. Почему? Зерас Акосов, а? Сейчас говорит Маше, а воскин, бобинян, мя-лёс-ла-шаха, ра-цэ-то-кохови. Занимается строительством храма не с восхода с первой, как первой зари, с проблеска первой зари и до захода звезд, до выхода звезд. Все обязаны этим заниматься, женщины, мужчины, деньгами или кто как может, кто это самое. Спрашивает Тур-Эйвен, как такое может быть? Рама у себя противоречит начало лоха, конец лохи. В начале лоха он пишет, что митцва, ба-йсамиды, строительство есть только днем. В конце он пишет, что ночью женщина обязана строить храм. Если есть митцва только днем, а не ночью, значит митцва, то есть шазбан грома, значит митцва, который зависит только от времени, ночью нет митцва, и днем есть митцва. Несмотря на это, пишет Рамбам, что женщина обязана делать, отвечает на это, это самое посвятая митцва, то, что мы сказали, поскольку митцва строить храм, это не то, что строить храм, а то, что храм был построен. Основная как бы цель этой? Поскольку так, то можно... Это называется митцва сэйсамид грома. Давайте сегодня остановимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok